В городе Камешково сотрудницу почты обвиняют в краже крупной денежной суммы. Как сообщают в Светкоме области, с января 2021 по февраль 2022 года женщина в должности начальницы одного из отделений связи похитила более 200 тысяч рублей, после чего присвоила еще и имущество работодателя. Тут меньше 70 тысяч. На этом дама не остановилась. Занимая эту же должность уже в другом отделении, она забрала из кассы еще 100 тысяч рублей. Светком сообщает, что женщина уже свою вину признала и раскаивается в содеянном. Стоит отметить, что украденные деньги предназначались для выплат пенсий и пособий. Как добавляют в почте России, факты хищения выявила служба безопасности компании. Фигурантка вернула деньги пострадавшим клиентам. В Гусь-Хрустальном суд обязал департамент ветеринарии выплатить матери с ребенком, на которых напала стая беспризорных собак с бирками 60 тысяч рублей. Тогда в результате инцидента одна из собак укусила мальчика за ногу. Женщине пришлось везти его в больницу, где ему оказали первую помощь. Впоследствии мальчик ходил на уколы от бешенства. Его мать обратилась с иском в суд. По ее мнению, ситуация произошла из-за халатной работы чиновников. Суд принял решение в пользу пострадавших. В результате была взыскана компенсация морального вреда. В пользу матери 10 тысяч рублей, в пользу несовершеннолетнего 50 тысяч. Суд потребовал от мэрии Владимира снести сгоревший аварийный дом. Здание на Большой Московской недалеко от гостиницы Владимир ждет своего сноса с августа 2021 года. Горел он еще в 2014. Тогда 15 человек, оставшихся без жилья, частично расселили. Остальные поселились у родственников. В 2016 дом признали аварийным и пообещали снести до 1 августа 2021 года. Однако весной погорельцам сообщили, что мэрия перенесла снос аж на апрель-май 2024 года. Люди обратились в Октябрьский районный суд. И вот в январе 2022 года суд признал перенос сроков незаконным. Решение в законную силу еще не вступило. Уборка территории, благоустройство, посадка деревьев, кустарников, а также устранение последствий снежной зимы. Александр Авдеев призвал местные власти провести весенние субботники 23 апреля. Для этого будет привлекаться население города и коллективы различных организаций. Напомним, в 2021 году на массовые субботники пришло около 170 тысяч человек по всей области.